Всем привет! В этом ролике я рассмотрю двухкомнатную квартиру в жилом комплексе Нагорный от застройщика УГМК. Поехали! Странно, ну ладно. Дом сдается в четвертом квартале 2021 года. Двухкомнатные и однокомнатные квартиры самые популярные в продаже, поэтому успевайте купить. Так, реклама закончилась, а сейчас будет серьезный разбор. Начиная с прихожей. Заходим в прихожую и практически сразу же попадаем в кухню, к холодильнику. Кто-то скажет, что это очень удобно, потому что с сумками пришел и сразу же закинул в холодильник. Так-то оно так. Но как-то хочется немножечко интимности, ну хоть чуть-чуть в квартире. А вдруг к вам пришел посыльный? Или сослуживец работы? Я уж приду, да уж. Я уж приду. Я ужиком приползу. А если замерзну в ползке, я на гутях на передних пришлепую. Че ему смотреть-то, что в зале происходит? Надо как-то немножечко прикрывать свое жилое пространство. Пускай оно будет и общим, такое как кухня и гостиная. В общем, стеночку-то я бы нарастил, как минимум. Зато прихожая получается обособленная, но небольшая. Здесь совсем маленький шкаф. Его не хватит для верхней одежды, обуви, шапок, шарфов, чистящих средств. А если у вас дети маленькие, то еще здесь будут валяться санки, самокаты, ледянки и прочая фигня, с которой дети ходят гулять. Хотя тут о вас побеспокоились. И напротив сделали углубление для шкафа, видимо, по всей видимости. Поэтому вы можете всегда добавить себе пространство здесь для хранения вещей. И, кстати, надо бы это сделать. А то будет у вас потом одежда валяться по полу и ботинки непонятно где. Ладно, с прихожей закончили, идем дальше. Общее пространство, но у Нагорного стандарт какой-то 20-23 квадратных метров для общего пространства. Видимо, они для себя решили, что этого будет достаточно для кухни-гостиной. Но, как мы с вами видим, конечно же нет. Потому что кухонный гарнитур настолько маленький, что готовить здесь можно разве что бутерброды. Хорошо, кто-то скажет, мне и такой достаточно. Да ради бога. Но посмотрите на свою кухню и скажите, а вам хватает места для готовки? Вот, скорее всего нет. А сколько метров померите свою кухню? А теперь я вам скажу, сколько эта кухня размером. Холодильник 600, мойка 600, варка 600, значит метр 80. Между ними по 45 сантиметров. Это сколько? 90. Плюс метр 80, 2,70. И остается еще 30 сантиметров. 3 метра. Друзья, ширина этой кухни 3 метра. Это, конечно же, маловато. Дальше стоит обеденный стол, ну хоть от стены его оторвали, правда не намного. Сюда пролезет разве что карлик или совсем плоский человек. Я, в принципе, худой, но не настолько плоский, чтобы сюда пролезть. Стол придется отодвинуть, друзья мои. Дальше диван. Спасибо, что не угловой. Спасибо, что живой. Телевизор, как обычно, столик, выход на балкон. Ну, в общем, все по-стандартному как-то. Скучно. Дальше идет комната для родителей. Предложен длинный узкий стол. Такой обычно в отелях ставят. Ну, чтобы можно было ноутбук поставить. Там же зеркало есть. Еще место осталось под что-то. Там же стаканы стоят. Но вы же не в отеле живете. В квартире. Зачем вам такой отельный вариант? Более того, расстояние между этим столиком и кроватью очень маленькое. И вы будете все время биться об этот угол. И если ваша любимая жена будет спать вот с этого края, то придет серенький волчок и ухватит за бочок. Ее бедра будут всегда синенькими. Хотя, может, вы любите синенькие. Не уверен, что вам нравятся синенькие бедра у девушек. Но они обязательно будут, потому что они будут биться об этот угол. В общем, так себе решение. Переходим в детскую. Так, здесь у нас что-то похожее на пионерлагерь. Еще не хватает парочку кроватей добавить. Тогда точно получится детский сад. Раз, два, три, четыре. Хотя, с другой стороны, удобно для многодетной семьи, ограниченную в средствах. Возьмите на вооружение. Вы сможете разместить здесь четыре ребенка. А если поставите двухъярусные кровати, то восемь. Кто больше? Кстати, у кого рекорд по размещению человека, детей в комнате, пишите в комментарии. Что здесь у нас еще есть? Санузел и ванна. И традиционно маленьких размеров. Со стиральной машиной, ванной. В общем, все как не надо делать. Все здесь так и сделали. Эх, ладно, подскажу, как бы я здесь переделал. Тоже такое настоящая благотворительность. А я бы поставил вот сюда стенку. Сюда бы я сделал гардероб. Вот это я бы оттяпал. Вот так вот. И это бы у меня была все, мастер спальня. Ну, понятное дело, пришлось бы сместить перегородочку, детская была бы поменьше. Зато у меня бы появился, смотрите, какой холл с большим санузлом. Вот здесь. Ну и как-то все поприятнее. Квартира двухкомнатная стоит 9 536 000 рублей. Обзор квартиры я начинаю, конечно же, с прихожей. И попадая через входную дверь, мы видим большой вытянутый коридор вместо прихожей, который еще загибается в сторону. И получается буква Г. В общем, мне это никогда не нравится, мне это никогда не понятно, зачем так делать. Вообще не знаю. Короче, прихожей здесь нет, она очень маленькая, буквально пятачок. Шкаф мизерный. Что здесь влезет, непонятно. Здесь нарисована кровать для родителей, два человека, и две детские кровати, два человека, то есть четыре. Как одежда четырех человек влезет в этот шкафчик, вообще непонятно. Но вы померите дома свой шкаф и убедитесь, хватит вам такого размера или не хватит. А здесь всего-то метр двадцать, ну метр тридцать может быть шириной. Что это за шкаф? Это так, обувь и зонтики хранить. Куда поставить большой нормальный шкаф? А некуда. Сюда нельзя, потому что пол коридора заслонится шкафом на противоположную стену. Тоже, соответственно, нельзя. В торец тоже нельзя, иначе мы закроем проход людям. Куда же ставить шкаф? Ну, наверное, вместо кухонного гарнитура придется вот сюда поставить. И как-то у нас шкаф здесь, шкаф там. В общем, какая-то непонятная конфигурация. Санузел рядом со входной дверью удобен только в том случае, если вы часто бегаете домой с улицы пописать. Ну или что-то еще. Чтобы не снимать обувь, быстренько пробежал в санузел, сделал свои дела и убежал на улице. Это удобно. А когда вы живете дома, это неудобно. Потому что вы туда будете ходить через этот Г-образный коридор и через грязевую зону. Это тоже плохо. Зачем здесь делать санузел? Непонятно. Попадаем в общее пространство. Оно площадью 23,3 квадратных метра. По-моему, это самое большое общее пространство из всех квартир, которые я рассмотрел. Кстати, если вы еще не видели этих разборов, то вот здесь по ссылочке переходите и смотрите. Разные квартиры, размеры, стоимость. А площадь гостиных одна и та же. Вот здесь рекордно большая. 23,3 квадратных метра. Здесь есть кухонный гарнитур, стол, диван, даже журнальный столик поставили и телевизор напротив. В комнате два окна. Это хорошо. Чем больше окон, тем лучше. Плохо разве что то, что стол стоит прижавшись к стене. Нужно его, конечно, отодвигать. Потому что стол у стены выглядит некрасиво. Во-вторых, это не гигиенично. Ваша стена все время ляпается. Ну и это неудобно тем, кто сидит у стены. Локтями будут биться. Сам кухонный гарнитур вроде бы нормального размера. Но здесь он загибается, на мой взгляд, как-то не совсем логично. Как-то, может быть, с другой стороны лучше было уголок-то загнуть. В общем, нужно подумать. Потому что здесь, с точки зрения дизайна будущего, это будет выглядеть как-то довольно странновато. Идя по коридору, первое, куда мы попадаем, это детская комната с двумя окнами. Это здорово. Чем больше окон, тем лучше. Два угловых окна супер. Ну, точнее, не угловых, а они расположены в двух стенах. И получается как бы угловое окно. Расположение, конечно, странноватое, но его всегда можно поправить с помощью планировки. 18,8 квадратных метров для детской комнаты просто отлично. Напротив ванная 5,5 квадратных метров. Ну, почему опять такая маленькая? Ну, что вы все время делаете такие маленькие ванные комнаты? А вы знаете, что ванная комната, это единственная комната в квартире, которая закрывается изнутри на ключ. Ну, на собачку. Короче, единственная закрывающаяся комната. То есть, фактически, это единственная комната, где вы можете законно уединиться и скрыться от всех. Кстати, раньше в советских квартирах перенаселенных и маленьких так любили читать в туалетах. Как вы думаете, почему? Да потому что это единственное место, где человек мог уединиться от всех и побыть наедине с самим собой, читая книжечку. Понимаете? Вот что это такое. Поэтому единственную комнату, которая закрывается на ключ изнутри, где мы законно можем уединиться, нужно делать больше. Нужно делать эту комнату для удовольствия, для релакса, а не просто помывочно-постирочную. Понятно? Нет? В будущих проектах учтите этот момент и делайте ванны больше. Да, и обязательно с окном. Идем дальше и попадаем в спальню родителей. Тоже два окна. И это тоже супер. Вообще, эта квартира будет очень светлой. И это здорово. Ну и традиционно ЖК Нагорный не озадачивается, так сказать, о комфорте родителей, об их, ну так сказать, интимной стороне жизни. И ляпает просто комнату под названием спальня. Это никакая не мастер-спальня. Здесь нету гардероба, нету ванной. Это просто комната. Ну, кто-то скажет, так и так хорошо. Ну и хорошо. Но если мы говорим о комфорте, то это должна быть, конечно, территория родителей, мастер-спальня. Ну, чего удивляться-то? Проектировали-то, скорее всего, ребята из прошлого. Привет, СССР! Там же секса не было. Впервые заинтересовалась я вопросами секса, наверное, лет, этак, в 14. Основные знания давала мне моя подруга. Она школу кончилась медалью, она знала все. В СССР же секса не было, поэтому, что там, заботиться о комфорте родителей. Ну и не надо. В общем, резюмируя разбор этой квартиры, я могу сказать следующее. С точки зрения света, супер. С точки зрения всего остального, как-то не очень. Решайте сами, подходит вам эта квартира или нет. Понравилось видео? Ставьте лайк. Жмите на колокольчик. Жмите на колокольчик. Нет, нажмите на колокольчик. И подписывайтесь на мой канал. А если хотите научиться делать крутые планировки, то записывайтесь на мой курс. И всего за месяц вы научитесь делать комфортные, удобные и красивые планировки, предназначенные для жизни. Да пребудет с вами Муза. Субтитры сделал DimaTorzok